Вопрос. Я парень, 28 лет. У меня хорошая работа и хороший заработок. Хвала Аллаху. Но я уже год мучаюсь от сильных болей в нижней части спины. Мои родители хотели бы, чтобы я женился, но я сомневаюсь, жениться мне или нет. Как мне поступить правильно? Хвала Аллаху. Кто обманывает, тот не из нас. Упомянутая нами основывается на более верном мнении ученых, которое гласит, что о любом недостатке, из-за которого цель женитьбы не будет удовлетворена, обязательно следует сказать. Если об этом недостатке станет известно лишь после женитьбы, то у второй стороны будет выбор между тем, чтобы продолжить супружескую жизнь и тем, чтобы объявить этот брак недействительным. Ибн-Уль-Кайм, да помилует его Аллах, сказал. Мирилом в этом вопросе является следующее. В отношении любого недостатка, который вселяет отвращение одного супруга к другому и который мешает достижению цели Никаха, милости и любви, должен быть выбор между продолжением брака и признанием брака недействительным. Также он сказал, тот, кто поразмышляет над ветвами сподвижников и предшественников, узнает, что они не выделяли один недостаток, оставляя при этом другой. А также, если пророк, саляллаху алейхи вассалям, запретил торговцу скрывать недостаток своего товара и запретил тому, кто знает об этом недостатке, скрывать его от покупателя, то что же говорить о недостатках во время женитьбы? Пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал Фатиме бинт-Койс, когда она обратилась к нему за советом по поводу Муауи и Абуль-Джахма. Сказал, что касается Муауи, то он беден, у него нет имущества. Что касается Абуль-Джахма, то он не снимает палку со своего плеча, то есть бьет женщин. Таким образом, стало понятно, что разъяснение недостатков в Никахе еще более обязательно. Действительно, как сокрытие, обман и подлог могут сделать брак обязательным и заставить супруга страдать из-за этого недостатка, несмотря на то, что он считает очень отталкивающим? Шейх Ибн-Усаймин, да помилует его Аллах, сказал, «Недостатком является все, из-за чего не достигается цель Никаха, и это правильно. Среди целей Никаха следующие – наслаждение, работа, рождение детей. Это самые важные цели, и если что-то мешает этим целям, то это считается недостатком. Поэтому, если жена обнаружит, что муж бесплоден, или муж обнаружит, что жена бесплодна, то это недостаток, а Аллаху ведомо лучше».